Здравствуйте, дорогие слушатели! Добро пожаловать на еженедельные уроки Торы. Наша недельная глава, глава Весханан, начинается с молитвы, с мольбы Мойши Рабейну. Но интересно, что эта недельная глава ещё имеет очень важную автору. Автору, которая нам говорит о утешении. Сейчас начинается сезон, семинедельный сезон. У нас было три недели печали, три недели мы закончили девятым авом. И сейчас начинается с семь недель, когда все авторы будут связаны с чем-то приятным. Наоборот, даётся как бы сила еврейскому народу. То есть первая вот эта недельная глава, которая будет с авторой о утешении. Нахому-нахому. Именно утешение. И, наверное, каждый еврей, который немножко чувствовал девятый ава, есть евреи, которые сидели на полу вечером, которые плакали, особенно те евреи, которые пошли к стене плача и так далее. И после того, как проходит ещё очередное девятое ава. И как мы, к сожалению, видим, храм не вернулся, всё ещё мы оплакиваем. И человек немножко чувствует себя немножко разбитым, расстроенный. Немножко как бы ещё одна надежда улетучилась. Ведь написано, что Машех родился девятый ава. Есть мнение, что девятый ава он придёт. Девятый ава является праздником. Поэтому человек после девятого ава немножко чувствует себя удручённым, расстроенным. И вот приходит недельная глава Весханан с авторой Нахом «Утешение». Интересно, в иудаизм очень часто повторяется такая идея, что у евреев нет такой вещи, что молитва прошла просто пропала. То есть трачная молитва или митцва, или просьба. И наша недельная глава начинается с молитвы Моиша Рабейну. Моиша Рабейн, написано, он умолял Весханан, это больше как бы умолял. Наши мудрецы говорят, что числовое значение Весханан это 515. Значит, Моиша Рабейна 515 молитв. Прось спросил Бога, и, к сожалению, он не удостоился зайти в Израиль. Моиша Рабейна молил Бога разрешить ему пойти в землю Израиля. И, к сожалению, для него, к сожалению, Всевышний сказал, нет, я пообещал, ты в Израиль не войдешь. По идее, все эти молитвы пропали. И я вам тогда тоже рассказывал, что есть мнение, что эти молитвы потом еврейский народ использовал, когда во времена Пурама, когда еврейскому народу нужны были заслуги, тогда еврейский народ использовал эти молитвы. И там есть намек, потому что те же самые слова написаны в нашей отдельной главе, и те же самые слова написаны в Меглате Стер. Но сегодня я хотел с вами поделиться историей, которую я слышал практически из первых рук. Человек на уроке рассказывал эту историю. Человек, это, кстати, знаменитый лектор, он живет в Бруклине. Его зовут Равморт Хаймалах. И он рассказал историю, которая случилась в его семье. То есть, знаете, где-то он слышал, где-то он видел. Это в его семье случилась история. Он рассказывал, что он, когда ему было 10 лет, узнал, что на самом деле его мама не является матерью его старших братьев и сестер. Оказывается, его папа был женат когда-то на другой женщине. И, к сожалению, эта женщина скончалась. И потом папа женился второй раз. Получается, его Равморт Хаймалах на самом деле не являлась природной матерью. Она была, оказывается, мачеха всех остальных братьев, старших братьев и сестер. И потом он узнал историю, что когда умерла первая мать, первая жена, первая жена его отца, он даже сказал дату, это было 17 авгу 70-го года, и после похорон, произошла страшная история, после похорон, значит, она умерла сравнительно молодая женщина, и она оставила маленьких детей. И после похорон был пятилетний парнишка, который он ничего не знал, ему, конечно, ничего не сказали. Но потом ему сказали, ну, сегодня ты пойдешь спать к тете. На самом деле он привык уже последние несколько месяцев, он, к сожалению, часто спал не у себя дома. Но тут на него что-то напало. И он сказал, нет, я никуда не пойду, пока мне мама не скажет спокойной ночи. И старшая его сестра, которая это видела, она сказала, потом, попозже ты пока давай, иди в машину. Потом мама подойдет, нет, нет, я не верю, где мама, где мама. И произошла душераздирающая история. Этот пятилетний парень, мальчишка, начал плакать, где мама. И он начал под кровать, смотреть, переворачивать все, где мама, где мама. Понимаете, это люди, которые даже выплакались уже на похоронах, они начали еще плакать, и это было страшно. Потом его просто силой, так можно сказать, запихнули в машину и увезли к тете. И тогда его одиннадцатилетняя сестра спросила, причем, на полном серьезно спросила своего папа, папа, почему мама не встанет, такой крик, такой плач. Мама должна просто быть хрисомэйсим, как бы она чуть ли не должна была воскреснуть, встать, если ребенок так сильно плачет. И тогда папа вот это сказал очень интересную вещь. Он сказал, к чему вся эта история идет, что что ты думаешь, этот плач просто так прошел. Я уверен, что что-то сейчас, этот плач был услышан. Важно эту фразу сказал человек, который похоронил только что жену, он сказал, что я уверен, что этот плач был услышан. Прошло время, и этот парнишка, который уже подрос, он никак не мог найти себе жену. Семья искала, уже начали искать не такую хорошую девушку, может быть, не из такой хорошей семьи, потому что парень уже был в годах, и как-то не шло. И вдруг, не стой, не стой, не стой, а произошло чуть ли не чудо. Нашли девушку, причем она была на несколько лет младше его, из очень хорошей семьи, замечательно, все прям как сказки. Из замечательной семьи папа этой девушки написал очень важный комментарий на одну классическую книгу. То есть, прям замечательно. И они обручились, женились, слава Богу. Это все, значит, свадьба была в месяце сиван. И несколько месяцев после свадьбы, когда пришел день годовщины его покойной матери, так он сказал своей жене, ты знаешь, я сегодня пойду вечером со своими братьями и сестрами, мы делаем, это тоже называется, йорцайт трапезу, сколько йорцайт моей матери. Так сегодня вечером ужин не готов, сегодня вечером ты сам будешь в Сауду. И его молодая жена тоже наскривилась, как она немножко вздохнула. Она говорит, да, Аллах, конечно, хорошо. И он почувствовал, что это не то. Молодая жена, что ты собиралась, да, делать ужин. Она говорит, я тебе скажу по секрету, у меня сегодня день рождения. И я, как раз, наоборот, собиралась делать какой-то праздничный ужин в честь своего дня рождения. Ну, интересно, как ты знаешь, получается, твой день рождения в Йорцайт моей мамой, интересно. И потом, когда этот молодожен разговаривал через несколько дней со своей старшей сестрой, он рассказал ей вот такая вот история. Мы даже не обратили внимания, что день рождения моей жены, это выпадает на тот же день, как и смерть мамы. И тут эта старшая сестра вспомнила то, что ей папа сказал после похорон. И он сказал, а ты могла посмотреть свидетельство рождения своей жены, во сколько, в которой час она умерла и родилась? Когда вот именно по времени, когда твоя жена для интереса, когда она родилась, и как вы, наверное, уже догадались, его жена родилась практически минуту в минуту, вот когда он, этот парнишка, много лет назад, 5-летний парнишка, плакал. Именно в тот момент родилась его жена. Само собой, разумеется, она бы родилась без его плача тоже, но я не знаю, она бы стала его женой. То есть этот плач, как сказал его папа, никуда не пропал. То есть он был отложен, и через много лет он нашел себе жену. Есть другой пример, когда Авраам Авина, если уже прошло про молитву, которая как бы неотвеченная молитва, написано, что Авраам Авина, он молился, самая длинная молитва в Торе. Вопрос на смекалку. У нас есть пяти книжек, и вот там, вмену некоторые молитвы. Самая длинная упомянутая молитва, которая в Торе, это когда Авраам просил Всевышнего, чтобы он не разрушил дом. Если вы помните, он просил 50, 45, 40. Самая длинная молитва, получается, она осталась безответной. К сожалению, Бог да, разрушил дом. Но опять-таки наши мудрецы говорят, хоть дом был разрушен, но Лот спасся. Молитва спасла Лота и его семью. От Лота произошли два народа, ОМОН и Моав. И от Моава произошла Руд и Мыших. То есть эта молитва нам дала Мыших. То есть после Девятого Ава, сейчас мы прошли три недели, потом была Девятая Ава, евреи плакали, сидели на полу, оплакивали храм. И теперь мы входим в эпоху, вот есть семь недель, наоборот, утешения. Человек про себя думает, ну вот утешение. Поплакали, поплакали, теперь утешение. Сейчас вот эти три недели плакали впустую. Так нет. Интересно, что евреи сидели на полу, да? Кто-то сказал, замечательный пример. Когда зерно сеет, чтобы оно росло, и вот закапывают в землю, потом начинают расти. Так евреи тоже, еврейский народ. Весь еврейский народ всего лишь позавчера сидел на земле. И потом мы начинаем расти. Да, еврейский народ был на земле. Если вы помните, есть знаменитая песня, которую поют почти во всех синагогах в пятницу вечера. В пятницу вечера есть знаменитая песня «Лохал дады». Она была написана около 500 лет назад в городе Цвар. Во всех синагогах там песня «Встреча субботы». И там в нескольких куплетах повторяется, что «Встань с земли, восстань, отряхнись». И вся эта песня построена, хоть как бы еврейский народ находится на земле, находится в поле, «Встань и поднимись, и иди вперед». То есть основная цель вот этого шаббеса, шаббес еще раз называется «нахамус», шаббес утешения, это да, мы даем себе отчет, что, к сожалению, храм был не отстроен. Да, мы плакали, да, мы молились. Но мы знаем, что все эти молитвы, они не пропали. Они отложены были, они, если вы скажете, в банке, в кассе и так далее. И даст Бог, это еще, еще и еще один кирпичик в этом храме, даст Бог, чтобы это все-таки уже был последний девятый август, чтобы храм был отстроен. И все эти молитвы, они помогают, чтобы храм был отстроен. Мы никогда не знаем, какая еврейская слеза, которая была во время молитвы, какая слеза, что она на небесах сделала. Возвращаясь к недельной главе, недельной главы из Ханах, я уже сказал, это плач и просьба Мойши Рабейну. Вообще, стоит обратить внимание, уже с прошлой недельной главы, все главы написаны от имени Мойши Рабейну. Весь этот хумыш, то есть пятая книга, эти книжки, которая называется «Дворим», она идет от имени Мойши Рабейны, в отличие от первых четырех частей, когда все в третьем лице, то есть там написано, что говорил Всевышний с Мойши, обращался Всевышний к Мойши. И так далее. То есть все в третьем лице. Вся пятая книга идет как бы от имени самого Мойши. То есть сам Мойши, поэтому предыдущая недельная глава была, вот слова, которые говорил Мойши, Эйлы Дворим. И получается, вся эта книга, почти вся, она именно от имени Мойши Рабейна. Интересно, в общепринятых переводах, не таких особо еврейских, эта книга называется «Второзаконие». На первый взгляд, религиозные евреи начинают слушать, как это «Второзаконие», подозрительно она называется «Второзаконие». На самом деле, слово «Второзаконие» — это почти перевод того, как эта книга называется нашими мудрецами. Наши мудрецы называют эту книгу «Мишне Тора». «Мишне Тора» — это, на самом деле, повторение, или добавление, повторение Тора. То есть Мишне – это повторять, Мишне – Торо. И действительно, эта книга, она немножко отличается от других книг, как я уже упомянул, и её название в Талуде. Мишне, то есть она как бы не второй закон, потому что создаётся впечатление, что есть первый закон и второй. Это часть, это пятикнижие, это равная часть пятикнижия. Но она как бы немножко повторение, очень большая часть этой книги – это повторение, не вторая глава, повторение Мишне – это повторение Торо, потому что Моя Шеребена повторяет всё, что произошло с еврейским народом. Кроме этого, в этой книге есть очень-очень много новых заповедей. Даже в нашей недельной главе будет заповедь Шма-Исраэль, это знаменитая заповедь Шма-Исраэля, она нигде раньше не была упомянута. Это первый раз Моя Шеребена её упоминает. С другой стороны, повторение, заново написано 10 заповедей в этой недельной главе. То есть это как бы баланс. В этой книге, с одной стороны, Моя Шеребена повторяет основные моменты предыдущих книг, с другой стороны, он добавляет очень многие законы. Но все согласны, что это равноправная часть пятикнижия. И Моя Шеребена, хоть и говорит её от себя, но написана она была от Бога. То есть Всевышний продиктовал каждую букву Моя Шеребена, как её записать. Хоть Моя Шеребена от себя это говорил, но когда дело дошло, как это записать, Всевышний, точно так же, как Всевышний продиктовал Моя Шеребена, что в начале сотворения Бога в мира, это проектовано было Всевышним, всю эту книгу проектовал Всевышний Моя Шеребена. Вплоть до того, что мудрецы Талмуда в трактате Бабабаса задают вопрос, кто написал последние шесть предложений. Потому что в последних предложениях написана смерть Моя Шеребена. Там описывается смерть Моя Шеребена. Написано, что Йошуа принял правление. Написано, что не было другого пророка после Моя Шеребена. Как он, мудрецы Талмуда задают вопрос, если мы говорим, что Мойша от имени Бога всё писал, кто же написал эти последние предложения. И действительно, есть два мнения в Талмуде. Одно мнение, что Мойша сам написал, хоть он ещё и не умер, написано, что он написал в слезах. Там непонятно, что таким образом он говорит, но по-простому он как бы со слезами. То есть Всевышний продиктовал Мойше наперёд записать, что и умер Мойша. Другое мнение, что эти слова таки написал Йошуа, опять-таки, конечно, от имени Бога. То есть всё пятикнижие, начиная с буквы «бэйс» и заканчивая «эйнекол» и «сроэль» в конце, это каждая буква, конечно, это прямое продиктовано было Всевышним. Потом уже идут пророки, пророки, они уже записывали. Пророки, это сам пророк записывал, Всевышний не говорил с точностью до буквы, как писать ему. Всевышний давал пророчеству, он пророкам давал пророчеству, и они писали. Поэтому у каждых пророков есть свой стиль немножко, каждый пророк немножко от себя, как он воспринимал это пророчество. Но пятикнижие, это от первой до последней буквы, это то, что Бог сказал. Более того, среди тринадцатых догмата веры, то, что каждый еврей обязан верить, если он хочет считать себя евреем, который создал Рамбов, и тринадцать он составил, не создал, он составил эти тринадцать догмата веры, так Рамбов в девятом правиле пишет, что каждый еврей обязан верить, что эта Тора, которую нам дали через Мой Широбейну, она никогда не будет изменена, и к ней никогда ничего не будет добавлено. То есть Бог, Бог — это не человек, который, знаете, сначала первое издание, потом второе издание, то давайте исправим, потом, знаете, в связи с последними событиями. Когда Всевышний дал Тору, он четко сказал, что вот это та Тора, которая никогда не изменится, и никогда не будет ничего добавлено. Более того, если я посмотрю в сегодняшнюю недельную главу, буквально в начале недельной главы, там есть запрет. Вы не имеете права, Лосигора, написано, вы не имеете права убавить, и вы не имеете права добавить. Есть запрет что-либо добавлять, если человек хочет, например, на Сукот, вместо того, чтобы трясти четыре вида, там, мы трясем на Сукот Лулав, и в мир ту я трог. Кто-то захочет еще оливковое дерево взять. По многим мнениям, он нарушает этот запрет. Вы не имеете права, как бы вам это ни хотелось, добавлять ничего к Торе. И когда мудрецы добавили праздник Пурам, так, Емора говорит, что это был большой вопрос, как они это добавили. Добавили праздник Пурам, ведь, получается, они как бы добавляют к Торе, и написано, что они нашли намек в самой Торе, есть намек на Пурам, во-первых. Во-вторых, они ни в коем случае это не добавили на насилие Торе. Они сказали, что, конечно, Тора неприкосновенна. Тора это Тора, ни в коем случае. Но теперь мы от имени мудрецов сделали заповеди мудрецов. То есть это не Тора неприкосновенна. Мудрецы добавили свои заповеди мудрецов. Поэтому мы моем руки, мы говорим Броху на омовение рух, хоть это и заповедь мудрецов. Мы говорим Халель, это заповедь мудрецов. Мы зажигаем ханукальные свечи. Есть несколько заповедей, которые мудрецы дали, но ни в коем случае никто не говорил, что это продолжение Торы, и ни в коем случае не говорит, что это второй том Тор. В отличие от пятой книги Торы, это повторение, это равноправная часть этих книжек Всевышнего, которые Всевышний нам дал. И теперь наша вторая, вот это уже вторая глава этой книги. Мойша, обращаясь к еврейскому народу, что от имени Мойша написано, Мойша говорит о том, как он молился Богу, о том, что все события повторяют, многие события, через которые еврейский народ прошел. Мойша напоминает о десяти заповедях в нашей недельной главе, как евреи это получили. Мойша говорит, чтобы вы об этом не забыли ни в коем случае. Но все это, конечно, из уст как бы Бога, но Мойша это записывает. Есть очень интересная фраза. В этой недельной главе Мойша говорит, что вы, еврейский народ, атом хадвейки. Теперь слово хадвейки, вот этот глагол, дословный перевод, вы как бы приклеились к Богу. Девек, наши израильские слушатели знают Девек, это клей. Так, хадвейкус, двейкус, это как бы приклеиться. То есть, недословно, это присоединиться, уже Геморр задает вопрос, как физически можно присоединиться к Всевышнему, Всевышнему, даже не физическое, это Всевышний. Но написано, что вы присоединились, вы очень близко поднялись на уровень Всевышнего. Атом хадвейки, ваше мала кейшем. То есть, это высочайший уровень любого еврея, которому надо стремиться приблизиться максимально к Всевышнему. Разные есть пути, путем, когда мы соблюдаем его заповеди, когда мы учим Тору, когда мы делаем что-то хорошее, мы приближаемся, мы ему уподобляемся, и мы к нему подражаем, и мы как бы приклеиваемся, если так можно сказать, хадвейким, ваше мала кейхим. И потом, конец этой фразы, хаим, кул хаим айом, это очень интересно. Хаим, кул хаим айом. Вот эти три слова. Хаим живы, кул хаим все вы, хаим сегодня, живы вы все сегодня. Это фраза. Живы, все вы сегодня. Я слышал замечательное объяснение. Я слышал от него, от Раба Бидермана, Раба Альмела Бидермана, кого-то цитировал. Он сказал, что эти три слова, это ответ на три оправдания, когда евреи иногда немножко ленятся, это не для меня. Вы подойдете к хорошему еврею, который хочет быть хорошим, и он говорит, слушай, есть мидсовтория, приблизиться ко Всевышнему, приклеиться к Всевышнему. Он говорит, ну прям таки. Всевышнему. Всевышнему тоже на том свете. Сейчас мы живем в физическом мире. Правильно? Физический мир, это покушать, поспать, ну не без того, там урок посмотреть, это самое, с этими уроки сделать. Физический мир, Всевышний, это на том свете, там да, когда будет мир, там, души летают, и так далее. Тора говорит, хаим, хаим это жизнь. Живы, когда ты живешь в этом мире, эта мидсву не на том свете, это здесь, когда человек жив. Все в Кулхэм эта мидсва относится ко всем. Человек скажет, ну это, наверное, для больших цариков, чтобы приблизиться ко Всевышнему. Я простой еврей. Пош-тоид, на Идеши говорят. Мы на пош-тоид, понимаете, я там утречком помолился немножко, знаете, немножко порноса, заработал там на хлебном отцу. Нет. Кулхэм это мидсва относится ко всем. Все евреи обязаны, и они могут. Если Бог говорит, что вы обязаны, значит, вы можете приблизиться ко Всевышнему. Ни много, ни мало. И айом. Айом это сегодня. Не надо откладывать на завтра. Люди говорят, да, ну, конечно, тогда уже человек пожилой, когда он уже в этом мире повидал, знаете, прошел, поел, да, ну, теперь уже можно приблизиться ко Всевышнему, знаете, идти на пенсию, уже теперь можно и торой заниматься. Нет. Айой. Сегодня. Не откладывать на завтра. Если у человека есть возможность, если у человека есть возможность одеть филин сегодня, не надо говорить, знаете, я на следующую неделю, или себе серьезно, ну, сегодня. Если у человека есть возможность что-то сделать, какую-то мидсу, кому-то помочь. Айой. Так еще раз, эти три слова. Ха им, кулхэм, айой. Живы, все вы сегодня. Живы, значит, пока человек жив. Не надо ждать того света, уже сейчас можно приблизиться ко Всевышнему. Кулхэм, это мидсу относится ко всем, не только каким-то большим царикам, праведникам и великим людям. К простому еврею относятся. И ха им это надо делать сегодня. Ха им, еще интересно, все слово ха им. Жизнь. Сегодня на самом деле это огромная тема. Что такое жизнь? Кроме того, что есть аллогические вопросы. Что такое жизнь? Очень часто к сожалению возникают вопросы, на каком этапе человек считается, что он умер, на каком этапе он все еще считается живым. С точки зрения медицины многие считают, что если нету, если мозг полностью отключен, человек уже считается неживым, с точки зрения иудаизма, пока сердце бьется. Другие вопросы могут быть, когда при рождении иногда будет вопрос, совсем недавно возник, вопрос, когда маленький ребенок, только он еще не родился, зародыш, возникает вопрос опасность и матери, и зародыша, кого надо спасать, когда ребенок уже родился, и так далее. То есть вопрос, что такое жизнь, чисто физическая жизнь, с точки зрения аллахии, это тоже важный вопрос. Но не аллогический, не практический. Когда уже человек жив, слава богу, он жив, кушает, и вот ходит. Что такое на самом деле жизнь? Мой шрабейн сказал, хай им, кулха мая, все вы живы. Конечно, мы живы. Более того, интересно есть гемора. Гемора приводит отрывок из Шмуля, второй части Шмуля. Там один из персонажей звали бен-йогу и написано, что он был бен-иш-хай. Те, кто из слушателей знает сифарские основные книги, сифарские мои слушатели, я уверен, они слышали такую книгу. Бен-иш-хай. Бен-иш-хай был великим родином Багдада уже более ста лет назад. он знаменит, я так могу сказать, по псевдониму Бен-иш-хай, потому что он назвал свою книгу Бен-иш-хай. И он много книг написал, но он вошел в историю как Бен-иш-хай. На самом деле, это цитата из этого посока, дословный говорит Бен-иш-хай, это сын живого. Хай, это он живой. Бен-иш-хай. Кего вызывает вопрос, все остальные что, мы сыновья мертвых, все мы сыновья живых, человек, понятно, все мы живы. Бен-иш-хай. И Мора говорит очень интересную фразу, классическая фраза, что цадыки, праведники, даже когда они уже покинули этот мир, они считаются живыми. даже когда они покинули этот мир, они живы. И потом, более страшная фраза, решаем, злодеи, даже когда они в этом мире, они называются мертвыми. Потому что надо понять, что такое жизнь, что такое смерть. Человек, который живет, он кушает, он пьет, он живет, но ничего. То есть, он на самом деле тоже как овощ. Какая разница между ним и овощем? Овощ тоже растет, питается, фотосинтез происходит, растет. Овощ даже польза есть, его потом скушают. Когда бывает человек, тоже кушает, питается, растет, работает, какая от него польза ни для себя, ни для кого. Так что является жизнью? Обычно очень часто в еврейских книгах вся природа делится на четыре основных части. Очень просто. Есть как бы неживая природа, есть растительный, мир, потом животные и человек. Человек называется мэдабэр, говорящий. Все четыре слоя. И, понятно, неживая природа, так она и называется домэ. Домэ, значит, неживая природа, там никакого роста нет. Потом растения, там уже есть немножко элемент жизни. Растения, они растут. Русские, они называются растениями. Опять-таки, растения, они просто растут. Мы видим, что что-то растет. Если вы посадите трапку, за несколько дней сразу на... Вы видите, что увеличивается. не такой большой рост. У животных, конечно, значительно больше этот рост. Мы видим, и когда маленький какой-то... маленький ребенок какого-то животного начинает расти, там, такие животные, как кенгуру, да, можно наблюдать. Есть человек. Не сравнить рост человека, потому что животное, когда маленький кенгуренок родился, если вы разбираетесь в зоологии, вы уже можете заранее сказать что с ним будет. Вы можете вам, вы можете в гугле проверить, что через сколько-то дней он из сумки мамы выползет, через столько-то месяцев он будет ходить, через столько-то месяцев он будет прыгать. Средний кенгуру живет столько-то, столько-то лет. Ну, примерно так оно и будет, и все. Мы знаем, что с этим кенгуру будет. Если ничего не случится, человек, когда маленький, человекообразный ребенок рождается, я не знаю, что с ним будет. Он может стать великим человеком, он может стать человеком, что называется, с большей буквы, Он может стать кем-то, кто помогает другим, кто делает мецод. Если он еврей, значит, он может соблюдающим этим. Он может стать постичь то, что он может, приблизиться к Богу и так далее. Или он может стать овощем. Я не говорю, не дай Бог, то, что сейчас называется, когда человек лежит в больнице как овощ. Нет. Он может стать овощем. Он будет кушаем, будет расти, он будет как кенгуренок. Точно так же, как кенгару, в книжке написано примерно среднее, сколько кенгуру живет и чем он питается. Наш, к сожалению, еврей, может, да, он будет питаться, он будет ходить, он будет, он может даже иногда в Сенегугу ходить. И потом он через среднестатистический, ну, мы желаем до 120, я ему тоже желаю до 120. Но он не вырос. Он как пришел, так и ушел. На самом деле в жизни это практически невозможно. Любой еврей, который пришел в этот мир, поэтому Всевышний дал столько митцвод, он невольно что-то хорошее в этом мире сделает. Он хочет, не хочет, если он что-то достигнет, конечно. Но что такое называется хаим, что такое называется жизнь, это, конечно, не сравнить. Что человек может достичь, что человек, не дай бог, может угробить в прямом смысле. Причем года и года, когда человек просто ерундой занимается. Я не хочу приводить примеры, но, понимаете, если люди могут посвятить жизнь политики, то есть человек может каждый, знаете, сейчас, почти все мои слушатели живут в странах, где скоро будет выбор. Да? И человек может прямо часы и часы следить, какая партия, такая партия. Или вы в Израиле, или вы в Америке, и вот там, а что будет, это от вас, это практически не зависит. Ведь большинство из людей уже знают, за кого они будут голосовать. Просто интересно, а кто, а что. И часы, и часы, и часы мы слушаем, а кто это. Понимаете, вы можете включить телевизор через несколько месяцев, узнать, кто стал, кто выиграл, и все. Разве что, может быть, вы работаете на кого-то, вы помогаете кому-то, предвыборная компания, но в целом, все эти часы, часы, и часы, это значит дни, сейчас несколько месяцев, люди дни гробят из того, что вы могли бы что-то хорошее сделать. Это просто пример, опять-таки, каждый ухажает свой пример. Человек может что-то сделать, есть вещи, теперь что называется ростом, есть вещи, которые человек, даже после 120, когда он да, покинет этот мир, он возьмет с собой. То, что я упомянул несколько минут назад, что Гимора говорит, что праведники, даже после того, как они покидают этот мир, они живы. Почему? Потому что ихняя душа продолжает рост. Все те митцвод, которые они сделали в этом мире, они взяли с собой. Все те доблые дела, которые они сделали в этом мире, они с ними. Более того, все их ученики, если они оставили учеников, если они оставили детей, внуков, которые идут, значит, это все продолжение, как будто они все это делают. Поэтому даже, когда человек покинул этот мир физически, он жив. Он жив на том мире, он жив в этом мире. Поэтому человек может, в наше время технического прогресса у людей столько свободного времени. Понимаете, не надо на речку ходить стираться, не надо корову доить, чтобы молоко брать. Столько свободного времени человек может сколько достичь. Причем интересно, очень тоже важно подметить, в еврейской литературе очень часто упомянуто, что если человек пришел в этот мир, исправить свою черту характера, кроме митцвот, например, человек родился с какой-то плохой чертой характера. Так это можно занять года, даже больше, чтобы ее исправить. И это тоже называется, чтобы выросли. Если человек, например, был жадный, он по природе жадный, скупой. Не надо говорить жадный, скупой. И он над этим работал, работал, работал. Теперь он немножко давал сдоку. Конечно, сначала было тяжело, сначала маленькими порциями давал, потом немножко больше. Конечно, по вере возможности, если человека нету, нету. И он научился, что ему достает удовольствие кому-то помочь. Ему достает удовольствие достать какую-то карточку свою и провести, и дать кому-то, опять-таки, по мере возможности, или 18 долларов, или 1800 долларов, или 1 доллар. Но если человек был скупой, и он научился, что ему теперь достает удовольствие, значит, он вырос. Он вырос. Это огромное достижение. И таких достижений за жизнь, опять-таки, чтобы мы все жили до 120, чтобы мы росли и росли. И человек, хаим, хул хамайом, человек, может эту жизнь прожить, чтобы потом не было обидно, да. И человек может ее просто отжить. Опять-таки, любой еврей, слава Богу, у евреев много митц, любой еврей, который пришел в этот мир, слава Богу. У нас есть митц, он кому-то помог, он сделал что-то. Если евреи поближе к религии, мы соблюдаем субботу, мы соблюдаем кашрут, мы ходим в синагогу, мы плакали на 9 авгу. Но не сравните, что человек может в этом мире достичь, что человек, когда угробленные года, слово угробленное от слова угроб положили, все, они пропали. Очень важно в нашей недельной главе, когда Мой Шрабейн обращается, что Атам Адрейким Вашам Аллахейхам Хаим, это слово Хаим, надо действительно жить, как положено. Следующий момент, следующий момент нашей недельной главы, немножко перепрыгнем, конечно, это Шма. Я хотел бы упомянуть пару слов Шма. Это те слова, которые были времена, все евреи, как далеки они были от религии, все знали хотя бы первую фразу, Шма Исраэль, Ашем Аллахейн, Ашем Ахот. Это те слова, которые евреи говорили, перед тем, как они шли в газовые камеры, это те слова, которые каждый еврей говорит утром и вечером, перед сном, это те слова, которые маленький ребенок с трехлетнего возраста учит. И в нашей недельной главе вот эта фраза, Шма Исраэль, Ашем Аллахейн, Ашем Ахот, и куплет, Агап, то возлюби ближнего, и так далее. Важно подметить, что кроме того, что, конечно, высокие слова и так далее, есть обязанность, кроме всяких высоких слов, есть обязанность мужчин, каждый мужчина должен утром, то есть в течение первых трех часов после восхода солнца, он обязан, вот эти три, там, на самом деле, три отрывка, хотя вот этот отрывок из нашей недельной главы он обязан прочитать. И желательно на иврите, если вы не можете на иврите хотя бы перевод, то есть это обязанность, если он не делает, то не так хорошо. И прочитать, когда мы говорим, кстати, прочитать, тоже важно, надо произносить слова, это важно, потому что многие, русскокоряющие, особенно евреи, нас в школе учили читать про себя, правильно? Маленькие дети говорят каждое слово, но мы же учим, нас научили про себя читать, даже губами не шевелить. Так, очень важно, когда мы читаем шма, надо произносить каждое слово, и так произносить, чтобы вы даже слышали, как вы их произносите. То есть вы говорите шма, мы слышим, как вы это говорите, шма, или вы говорите по-русски, послушай, Израиль. То есть надо четко произнести каждое слово. Давайте на минутку остановимся, что же это за слова. Там написано, «Надо любить Бога, Бога твоего». Там три вещи. «Бахо, лавахо всем сердцем твоим, всей душой своей и всем своим достоянием». Слово «достояние» по-разному переводится, но он будет такой классический перевод «достояние». То есть три вещи. Сердце, душа, достояние. Причем последние две. И что же звучит, что взор всем сердцем, всей душой, всем достоянием. Начнем с денег. Это значит, что мы говорим два раза в день, повторяем, что надо Бога любить всем своим достоянием, всеми своими деньгами. Эти слова имеют практическое значение. Это значит, что если у человека, у еврея вопрос, не вопрос жизни и смерти, сейчас мы тоже коснемся, если у человека вопрос, или он, не дай Бог, должен нарушить какой-то запретором, или он может просто заплатить деньги. Например, у человека какой-то вопрос, человек нечего кушать. Вот, такой он голодный. Ему надо что-то съедиться, что у него есть. Это или можно купить некошерную еду по дешевке, или кошерная еда, но нас стоит очень много, баснословно дорого. Ну, откуда взять такие деньги? Так, чтобы не нарушить запрет Тора, это очень важно, чтобы не нарушить запрет Торы, человек обязан отдать себе свои деньги. Потому что в Торе написано, надо любить Бога, это любовь Бога. Если вы кого-то любите, вы не будете нарушать его желание. Тема отдельного урока, я не был уверен, посвятить этому целый урок или нет, что значит любить? Зачем мы любим? Это важная тема. Но как минимум, когда мы кого-то любим, если вам кто-то что-то сказал, не делать, попросили вас. Знаете, дорогой, взяйте мне одолжение, не делайте это. Я вас лично прошу, не делайте это. И вы это да сделали, вы его не любите. Если Бог говорит, люби Бога всеми своими деньгами, как-то любишь себе? Значит, надо Его любить. Если из вопроса не кушать, ну, по-простому, если вопрос кушать или не кушать свинину, и человек знает, что Бог сказал, не кушать свинину, надо ему любить. Значит, надо отдать все сведения, чтобы не кушать свинину. Опять-таки, мы не говорим о вопросе жизни и смерти, если кому-то по состоянию здоровья, не дай бог. Просто. Я вам скажу более интересный вопрос. Хапацхайм приводит. Есть запрет в Торе. Есть запрет в Торе не распускать слухи и не говорить лошонарад, не говорить клевету, не рассказывать какую-то негативную информацию. Это запрет в Торе. Нельзя рассказывать негативную информацию. Что будет, если кто-то работает в офисе и его глава офиса говорит, знаете, знаете, Хаим, я вот слышал, что про меня там какие-то слухи ходят. Что про меня в офисе, против меня говорил? И вы знаете, конечно, правду, кто против босса, кто против хозяина говорил. Так, слушай, Хаим, или ты мне сейчас расскажешь, кто это говорил против меня, или ты зато можешь на работу не приходить. Вот такой вопрос. Давайте вопрос Равину. А логически, с точки зрения Тора. Вот приходят к еврею, которые работают на работе. Ему говорят, или он расскажет, Лошонаро, он расскажет сплетни, что, кто, кому-то там сказал. Или он потеряет работу. Чуть потеряет работу. Значит, ему потеряет работу много денег. Да, точно. Потеряет работу. Кто его знает, где он следующую работу найдет? Ну, понимаете, такая история. И пару слов. В Торе написано, надо любить Бога всеми деньгами. В Торе написано, что нельзя давать. Есть законы, что можно, что нельзя. Мы говорим, вы знаете, что нельзя эти слова говорить. Нельзя эти сплетни передавать. Человек обязан потерять свою работу. Человек практически обязан потерять свою работу. Разве что, если в прямом смысле есть вопрос жизни и смерти, если он потеряет работу, он умрет с города. Да. Но если он не умрет с голода, в война 20-х годах, очень многие евреи в Америке жили, они меняли работу каждую неделю. Потому что они не хотели нарушить субботу. Они не могли жить. По законам Тора это был вопрос жизни и смерти. Не было. Все выжили, с голода никто не умер. Это было огромное испытание любить Бога всеми деньгами. Но еще интересно, я не буду с тем, с тем, с тем душой это более как бы классическое. Отдать жизнь, не свою жизнь отдать, чтобы кого-то не убить. Но всеми деньгами это более, как бы, более замалчивая тема. Еще маленькую минуту я хочу задержаться. Что такое всем сердцем? Есть очень интересный момент. Один еврей пришел к своему рэбе и говорит, это был один геррэб, кстати. И он ему сказал, я бы, вы знаете, вот я соблюдаю все. Я вам скажу всю правду. И ничего не чувствую. Ведь я иду все на голову, но ничего, никакое желание молить. Я там филин надеваю, чувствую себя как обезьяна. Никакого, никакого ни желания, никакой радости. Что мне делать? Так ему рэбе сказал, смотри, написано, что если у тебя заберут все деньги, надо любить Бога. Если у тебя заберут, даже жизнь, надо любить Бога. Как бы холла в обход, даже если у тебя заберут сердце. Да, даже если у вас нету желания. Холла в обход, куда-то треба. Мы любим, мы любим соблюдать заповеди, когда оно здорово, приятно, вот замечательно, хороший урок, все вместе послушали. Еще когда-то, значит, все пошли в мацу кушаем, все пришли на голову, подросли, лав. Даже 9 апреля. Мы все пошли поплакали, просто сидим на полу. А иногда бывает, нету желания. Страшно перед Всевышним какие-то слова говорить. Ну, как бы, ну, даст она, не хочется. Кому вообще моя молитва нужна? Допомню, что человек должен служить Всевышнему в любой ситуации, сколько бы это ни стоило. У него есть хорошее настроение, нету хорошее настроение. Допомню, в двух словах, мой урок был, в начале урок, я вам сказал, что этот шаббат называется, это нахаму, это утешение. Я вам рассказал историю, когда любая детская даже молитва, она была услышана, и она была упомнена, через много лет, когда парень нашел себе потом жену, это шаббат утешения. Я упомянул, что пятая книга, хоть она называется книга в Таразаконе обычно, но это повторение, ни в коем случае, это не Тараковы, второстепенная глава, это равноправная пятая часть, в случае она написана имени Мойшеробейну, но сам Бог предиктовал от первой буквы Тора и до последней буквы, мы верим, что все евреи должны и обязаны верить, если не хотят считать уверен, что эта Тора никогда от нее ничего не будет добавлено, и от нее ничего не будет, никто не заберет, наоборот, наши деньги, запрет добавлять что-либо. Потом я упомянул эту фразу, что хаим, кулхам, айом, вы живы, не надо ждать будущего мира, пока мы живы, кулхам, любой еврей, айом, сегодня мы должны приблизиться к Богу, мы немножко рассказали, что такое жизнь, что человек, какая разница между человеком, который действительно живет, и просто какой-то животный, кенгуренок, и в конце мы напомнили, что есть такая западная тишма, что Бога надо любить, всем своим сердцем, всем своей душой, всем своим достоянием. Дай Бог, чтобы действительно нашли любить Бога, точно так же, как мы любим Бога, Бог нас в значительно большей степени, конечно, нас Бог тоже очень любит, и Бог все наши молитвы слышит, Бог все эти слезы еврейского народа уже больше тысячи лет, они все собраны, и, конечно, все вышли, и очень-очень даст Бог, что в скором времени мы увидели чтобы все эти были действительно все обещания и все пророчества, которые были написаны когда-либо. Спасибо за внимание и до встречи в следующей неделе.